Девушки отдыхают Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопаснее, чем раньше. Мы отмечаем снижение числа убийств 7103 случаев в год до... Так, так, минутку. На улицах ты говоришь безопасно, а что с автострадами? Не поняла. Ты же слышала о перестрелке на съезде с трассы 1? Прошло полчаса, прежде чем патруль прибыл на место. Я слышал, в тот день было больше 700 выстрелов. Что случилось? Где сейчас находятся виновные? Подожди. Осталось только туда забраться. Теперь туда. Нам очень повезло. Кажется, сегодня здесь никого нет. Девушки отдыхают. Я бы сказал, что отсюда красивый вид. Если бы было на что смотреть. Вы так не любите Найт-Сити? Наверное, я просто слишком скучаю по дому. Ладно. Ты ищи слабые места и бреши, а я подумаю, как лучше провести диверсию. Арасака не должна ничего заподозрить. Мы должны отвлечь их внимание, а не вызвать весь огонь на себя. Слева у тебя будет лучший обзор. А я попробую отсюда. Надеюсь, в этот прицел еще что-то видно. Ну, ты готова? Девушки отдыхают. Ви! Можно начинать. Сол, с ним лучше не шутить. Девушки отдыхают. Замаскированные турели у ворот. Крайняя мера. Я не хочу здесь погибнуть. Антенна. Скорее всего, центр системы безопасности там. Подходят для саботажа. Трубы. Видите? По ним можно пролезть внутрь. Вижу систему спутниковой связи и охрану. Я могу устроить там диверсию. Весьма неплохо. Грузовики подъезжают регулярно. Может угнать один? Через улицу идет технический туннель. Вообще. Продолжение следует... Компания. Возможно, он ведет к складам. Есть мост, но он охраняется. Пойдем туда, если другого пути не будет. Трансформатор у стены. Видите? По нему можно забраться наверх. Продолжение следует... Продолжение следует... Кажется, все рассмотрела. Мы сделали все, что было нужно. Так что, начинаем? Ты так же говорила, когда входила в кампэкки Плаза. Я хочу убедиться, что мы не упустили ни одной детали. Давай немного подождем здесь. Если не случится ничего необычного, тогда можно будет начинать. Разумно. Почему бы и не подождать? Вилли! Что? Не делай резких движений. Ты видишь? Вот. Такая лапушка. Я думала, их уже не осталось в городе. Это первое животное, которое я вижу в Найт-Сити. Кроме тараканов, конечно. Сначала исчезли птицы, потом собаки. Коты сопротивлялись дольше всего. Может быть, это Бакенеку? Бакенеку... что это? Кот-призрак. Он приносит несчастье и может возвращать к жизни умерших. Верите в духов? Благодаря биочипам вполне можно говорить с умершими. Это уже не вера, это факты. Моя покойная бабушка знала много разных историй о Китсуне, Капа и как раз о Бакенеку. Ностальгия? Глупый вопрос. Я родом из трущоб Чиба-11. Когда-то я твердо решил оттуда вырваться и... Что ж, со временем все плохое забывается. Остается только тоска по беззаботному детству. А когда я была маленькой, я по ночам искала на небе звезды. И из-за огней их никогда не было видно. Вместо них мне светили по ночам неоновые вывески в Чартер-Хилл. Я помню химическую вонь от канала, где мы с парнями стирали рубашки. Иногда по трущобам проезжали корпоративные транспортеры. Арасака отбирала детей, но только чистых. Транспортеры, говорите? Да. Чиба-11 занимала первое место по убийствам в Японии. Думаю, и сейчас занимает. Дайте угадаю, они растили из детей корпоративную армию? Так точно. Когда выбрали меня, я почувствовал себя счастливчиком. Армия дала мне все. Я начал соблюдать дисциплину. Обедать каждый день. А когда сумел отличиться, еще и получил образование. А как Салага превратился из чистящика сортиров в телохранителя самого Сабура Арасаки? У меня были самые высокие баллы в академии. Потом служба в спецназе. А Арасака сам умел видеть в людях талант. В смысле, вы прямо с первого взгляда понравились Сабура? Он бы не стал самым влиятельным человеком в мире, если бы чутье не помогало ему принимать верные решения. Перед ним стояло сотня претендентов. Арасака сам заглянул в глаза каждому и выбрал из них того, кто будет служить ему лучше всех. И все, что вам приходилось делать, это убивать врагов Сабура. Я чувствую, что ты меня осуждаешь. У тебя нет на это права. В отличие от тебя и твоего друга Уэллса, я вел себя скромно и не пытался получить все сразу. Вы хотите сказать, что ваша совесть чиста? Ни у кого нет чистой совести. Важно, ради чего пришлось ей пожертвовать. Интересно. И ради чего вы ей пожертвовали? Арасака дала мне то, чего я бы нигде не нашел. Ценности, ради которых стоит жить. И это самое главное. Ты совершаешь преступление из-за денег. Я во имя принципов. Я вас не осуждаю. Неправда. Ты бездумно выступаешь против корпораций, их мира, их порядков, но не предлагаешь взамен ничего стоящего. Посмотрите вокруг. Вот он. Дивный корпоративный мир, который вы защищаете. Ты показываешь мне грязные улицы, как будто ничего другого в мире нет. А как же миллионы работников, которым Арасака дает защиту и средства к существованию? А как же дети из ЧИБ-11, которые пытаются не сдохнуть с голоду в Канаве? А? Корпорации тут ни при чем? Мы не в состоянии исправить все сразу. Я работала в Арасаке, вы забыли? Отлично помню, как там было. Не то чтобы очень радостно. Зато теперь я больше никому не принадлежу. Свобода – это круто. Можете сами убедиться. Иногда мне хочется стать кочевником. Убежать от этого мира. Забыть обо всем. Кочевники по своей природе не одиночки. Они ставят на первое место клан, а не свои желания. Хорошо. Давай не будем углубляться в детали. Знаешь, о чем я думаю? О чем? В тот день в Камбеге мы оба потеряли близких нам людей. И мы с этим не смирились. Поэтому мы все время спорим, ищем ссоры. Наконец-то я с вами согласна. Долг живых – воздавать должное умершим. Ханако Сама поможет нам в этом начинании. Или поможет нам тоже отбросить копыта. Кажется, Бакинека от нас устал. Он найдет свою дорогу. Как и мы. Я думаю, что нам пора размяться. Блин, совсем плохо. Ты выглядишь неплохо. Я думаю, что нам нужно будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это мой конек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА